Зоя Невгодовская Она великолепно объясняет молодому дарованию, что вложил Бах в свое произведение. Как чувствовать, любить и понимать музыку великого композитора. Она умеет подобрать слова и настроить на нужный лад. Ее ждут и в школах, и в колледжах. Зоя Невгодовская в Гродно в четвертый раз. Конечно, я очень-очень рада, что педагоги интересуются. Педагоги создают эту атмосферу, и педагоги интересуются, конечно, каким-то уровнем, каким-то мнением, отношением к каким-то техническим вещам и стилистическим вещам, как над этим работают в Берлине, в немецкой школе. И, конечно, вот этого обмена все ищут. И мне в основном это приятно. Я также этого ищу, поэтому тоже рада с коллегами обсудить какие-то наши технологические даже моменты. Поэтому это как бы обмен. Нельзя сказать, что я сейчас приеду и всех научусь здесь. Точно так же происходит работа здесь, так же происходит работа у нас. Там есть какие-то интересные наработки. Поэтому первым делом это общение с педагогами. Система государственного образования музыкального в постсоветском пространстве вообще очень хорошая и крепкая. Она является такой очень-очень базовой, дается знания замечательные. И есть, то есть там есть чему поучиться и немецкой системе. Потому что как раз в немецкой системе вот это вот начальное образование недостаточно хорошо развито. То есть мы как бы пытаемся тоже там над этим больше работать. Так как там, ну может быть, больше раскрыта страна к каким-то вливаниям из-за границы. Поэтому те, кто поступает там, в высшее учебное заведение, не обязательно должны быть немцами. То есть там, конечно, более эта картина, сцена такой классической музыки, она очень интернациональная там. Но все-таки вот то, над чем я работаю, чтобы среднее звено, как раз в немецкой такой школе, чтобы оно взращивало сильные-сильные музыкантские кадры. Вместе с тем скрипачка отметила, в немецких детях больше индивидуальности. И педагоги стараются не загонять юных музыкантов в жесткие рамки. Зо Невгодовска уверена, главная цель и белорусских, и немецких педагогов одна – воспитать личность. Об одинаковых вещах говорим, возможно, разными словами. Подвести к какому-то наивысшей точке их творческих каких-то уже успехов, чтобы они становились личностями, с инструментами. Вот девочка сегодня была 11-летняя. Естественно, это еще какой-то бутончик такой, и она уже много умеет. Ну, в общем-то, стараемся. Первым делом хочется, чтобы в них раскрылись творческие личности. И, конечно, самостоятельные творческие личности. Наш город скрипачка полюбила благодаря знакомству с пианистом Алексеем Петровым. Вместе они концертируют с 2005 года. На этот раз Зо Невгодовска привезла в Беларусь сына, которая также выступит в Гродно. У нас будет большая интересная программа, где будет исполнена музыка Баха, Брамса, Бартака. Это такое будет путешествие по Европе, такая у нас была концепция. Прозвучит разные сочинения, будет музыка для органа, где будет играть Яков Шекиданс, это сын Зои. И он играет в кирхе в Берлине, который является партнером нашей литеранской кирхи в Гродно. Будет очень интересная программа. Свой гастрольный тур 2020, начавшийся в Гродно, дуэт продолжит в Европе. После Гродно в конце марта я играю на фестивале в Хаммельбург, это в Германии, куда я езжу тоже много, тоже будет, наверное, 13-14 раз. Лето у меня, все лето расписано тоже. Я играю на двух фестивалях в Германии, в сентябре я играю в Гамбурген фестивале, еще один фестиваль с Зоей и с ее мужем в Озбек, на Кавзе. Скрипач Кристоф Шекиданс, замечательный скрипач, профессор, высшая школа, музыки театра в Гамбурге. Обмен лучистой энергии, музыкальные сюрпризы и подарки. Совместное выступление Зои Невгодовская и Алексея Петрова, а также мастер-классы – это всегда событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова